Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре 29 июня 2024 год. У нас море ледяное, 17 градусов хода, и многие люди приходят вот так вот с детками в Благовещенской на Кизилташский риман покупаться в море. Также едут купаться и на Азовское море. Там тоже тепло, но волна больше. Здесь вот вы видите, что приходят, но к вечеру больше людей наберут. Сейчас самое главное, что здесь очень много кайтеров. Катают здесь, катают туда дальше, на Бугасской кресе. Я вот, честно, думаю, можете набугаться, но сейчас смотрю, что мне, походу, и здесь будет прям довольно-таки неплохо. Ребят, сегодня была объявлена угроза, на наших пляжах была эвакуация. Беги, беги отсюда! Куда мне бежать? Домой! Света быстрее! Покинуть пляж! Авиа опасность! Пожалуйста! Теперь покинуть пляж! Авиа опасность! Фу, это, конечно, такая тяжелая ситуация для понимания восприятия, но все как есть. Лучше, как говорится, себя поберечь, чем, как в Учкуевке, в Севастополе. Еще раз выражаю свои искренние соболезнования. Будет большая трагедия. Поэтому, если вдруг у нас проходит или учение, или еще что-то, потому что в официальных источниках этой информации нету, а на пляжах сработала система оповещения. То есть, ходили с рупорами и говорили о том, что надо пляж покинуть. У нас в телеграм-канале мы тоже об этом во всем оповещали. Заходите, подписывайтесь. Мороз вы увидите на экране. Будете в курсе всех событий. А также присылайте туда свои новости. Будем публиковать и вместе, как говорится, делать наш мир лучше. В общем, страшно. Сейчас очень многие пишут о том, что ехать или нет. Друзья, можно находиться дома, никуда не выходить и прилетит ракета или еще что-нибудь. Мы живем во время войны в большом сожалению. Благодаря нашим воинам мы еще можем приезжать, отдыхать, заниматься спортом, жить практически обычной жизнью. И я искренне ненавижу тех людей, которые говорят, что это меня не касается, я там не начинал эти сражения, я не хочу помогать нашим солдатам. Ну, ладно, не буду в этом видео материться, но вы именно те люди, которых стоит говорить матом. Вам что-то не нравится, давно бы уже были бы в другом месте. Ну, либо выходить и выражать свои точки зрения. А то так вот. Это хуже предательства. В общем, друзья, смотрим с вами еще раз на то, как выглядит все здесь. Это секрет. Вот в конце Благовещенская направо местечко. В Лимане водичка, кстати, чистая. Еще его не взболтнуло. Потом он будет вот такого цвета, как там посерединке. Там волна даже чуть побольше глубина. Здесь вот по пояс люди заходят. Дальше глоба чуть-чуть поглубже. Так, до сих пор мне со СМИ звонили о том, что официальных данных не было. Непонятно, почему так спасатели отреагировали, выгоняли людей с пляжа. Ну, будем следить за информацией. Подтверждение у нас в телеге о том, что людей действительно выгоняли огромное количество. Многие пишут, что они сейчас сидят уже, отдыхают у бассейнов из-за того, что их выгнали с пляжа. Ну, береженого Бога бережет в любом случае, берегите себя. Вышел Александр, сказал, что там сильно восточит ветер. Типа поехали на Голеньку покатаемся. Поэтому мы сейчас уже по дороге на Бугасскую косу. Кстати, Ауру, видимо, отсюда я его недавно снимал. Отмечал там день рождения. Смотрите, обзорчик очень интересный. Полосочка моря, заросшие поля. Здесь будет скоро Новая Анапа. Но пока много раз проезжая здесь, я хотел остановиться и поесть. И вот тут делают шашлык, лагман, плов, манты, шопа. По дороге, я думаю, вы видели эту вывеску. Есть такие небольшие домики, где можно посидеть. Даже борщ есть. И пойдем с вами поедим. Интересное местечко. Придорожное кафешка. Чебуреки вот здесь даже жарят, ребята. Прям в казане. Уж, красота. И пойдемте, поглядим, как это еще здесь выглядит. По ценникам, ребята, можно увидеть, что почем. Борщ 250. Чебурек за 100. Лагман 350. Маставай, кстати, ни разу не пробовал за 300. Салат за 100. Казан-кебаб за 400. Казан-кебаб это манты 400. Плов 300. Шашлык 150. И шашлык куриный за 100 рублей. Шашлык баранина 280. Смотрите, есть еще такое место. Можно на улице посидеть, наверное, здесь и присяду. Посмотрите, я тут нашел такое местечко, где можно присесть. Тут сидели ребятки, когда я ушел. Сейчас они сзади меня селись уже. И можно теперь развалиться и подождать вкусную еду. Я много раз, кстати, в Крыму видел, как так сидят люди. И теперь сам попробую. Здравствуйте. Все, заказик сделал. Ожидаем. Слушайте, ну прям прикольно развалиться перед столом. Не знаю, конечно, как здесь будет по кайфу, не по кайфу есть. Но мы попробуем. Вот так вот выглядит порция плова. Циники вам озвучил. Это манты. Будем дегустировать. Давайте продегустируем плов. Я, конечно же, больше люблю праздничный. Столько еды себе взял. Ложка будет удобнее. Прям вкусно. Мясо отличное. Так надо остановиться. Ага. На первое, вообще, шарпа. Просто его чуть-чуть позже принесли. Ммм. Впервые ем шарпу, которая мне напоминает шарпу, как мы делали с Анатолием. Очень нежный, насыщенный бульон. Такое вот мясо. Картошечка. Морковка прям растаяла во рту. В общем, в такую жару это самое крутое, что может быть такие очень удобные. Я уже рассиделся у меня в позе. А вот это становится прям комфортно. Только надо растяжки больше делать. Вот следующее блюдо. Это манты с соусом. Так, мне соус перебил вкус. Ну, нормальный. То есть, если, допустим, все три блюда. У меня топ шарпа, второе место плов, третья манты. Пока еще попробую чебурек. И вот так выглядит чебурек, друзья. Первое тесто не такое вообще, как я пою в чебуреках. Вкусно тоже. Как брат, смотри. Связи. Я только дошел до мяса. Смотри, что я приготовил уже. Сок есть. Ага. И мяско вкусное. Спасибо большое. Вот такой подход. До мяса дошел. Чебурек. 100 рублей. Кайфовый. Но не такой, как все, которые вы привыкли. И я думаю, что в таком тесте его тоже стоит попробовать. Потому что очень вкусно. Это было вкусно. Особенно, ну, впервые попробовал поесть в каком-то полулежачем состоянии. Тархунчиком запивая. Уехал Юра кататься на кайт. Лежу такой, думаю, какой нахрен кайт. Я все-таки поеду покатаюсь. Здесь. Ассортимент вы видели. Плюс еще один тархун. То есть к этому вышло 1350. Когда ты вспоминаешь в Крыму, как ты выходил не особо такой наевшийся. И выходило две плюс тысячи. И здесь мы поели прям очень плотненько. Тоже на двоих. И это получилось как бы круто. Такие дела, друзья. Самое главное, что вам надо знать, ребята. И я живой. С Лимана вылез. Небольшая вставочка для вас, как это было. Просто вертикальных видеосюжетов. Я сегодня решил до самого убиваться. И начал прыгать через косу. Те, кто знает, понимает, насколько это большой риск. Я думаю, вы оцените. В общем, сейчас на море купаться. Температура воздуха где-то 32 по ощущениям на солнце. Хотя, честно, подмывают все-таки съездят что-нибудь покушать. А потом уже ехать на море. Народу тут, конечно, становится очень много. Все-таки сначала поедим. Потом на пляж. Все равно еще жарко. 29 показывает машине. 15.52. Время 2 часа. Пролетели просто незаметно. Чебуречек. Шашлычок. Вот эта порция. Ну, я вам точно скажу. Где-то 200 грамм, сказали нам. Ребрышки тут получается. И лагман. Лагман 350 рублей порция. Лагман прям отличный. Но идет с картофелем. С картофелем это немножко не та тема. Но здесь как бы не чехана вообще. А именно домашняя кухня идет. Поэтому, возможно, как бы и такие рецепты рассматриваются. Я после картофелем прям очень хочу кушать. Нам кофе принесли. Комплимент такой от кафе. Сказали, мы вас смотрим. А мы в 2 раза все к ним пришли. Спасибо большое за конфетки. И сказали так, что ребята, что если вы где-то здесь отживаете, отдыхаете, у них есть доставка. Номер телефона вы видите на экране. Можете заказать. Это чисто от души для души, короче. Всем приятного отдыха. Но по шашлыку он кайфовый. И соус мне тоже понравился. Его тут тоже как бы много и вкусно. Хотел бы отметить, что ребята, мы сейчас приехали уже в 4 часа дня. У них так все сделано, что уже как бы блюда подготовлены. Те, которые у них с ними вы видели раньше небольшое. Вот. Или пришли, бац, все едят. Мы пришли, 2 секунды, бац, все едим. На потоке очень вкусно и быстро. Мне понравилось, кстати, вот в этих заведениях, где вот так вот сидишь. Я изначально думал, что так как-то будет неудобно. Но оказалось, что кайфовым все наши располагаются, как говорится. А чего нет? Как всегда, возле последней лесополосы перед поворотом к Бугасской кассе мы сворачиваем. Проезжаем сюда, в эту сторону по пулям, к парковочке. Вот мы приехали. Вот она парковка. Смотрите, между ними проход у нас на обычный пляж. И если пойти сюда, попадете на нудийский. Так, туда все-таки кто-то перебрался через ров. Я смотрю, там стоит машина-палатка. В общем, пойдем поглядим, как там все это выглядит. Там Кизилташский лиман, в котором я сегодня катал. Туда дальше Бугасская коса находится. Ну, меня туда не сильно тянет. Меня тянет на нудийский. Мой самый любимый пляж. Пойдем. Здесь машин много. Народу тоже. Прикольно. Даже ребята с байками паркуются. Кто-то дальше прыжает. Ну, вот тут. Разровняли этот момент. Ну, и жалко, что все-таки люди едут. Смотрите сюда. Нудийский пляж прямо. Фото. Фиксация одежды типа запрещено. И если вы хотите пляж обычный, то идите налево. Ну, спуститься там не можем в одежде, а там раздеться. Ребята доехали, вот как я вам показывал, все издалека на машинах. И стали перед заходом. Выходим на вот эту мою любимую полянку. Здесь дерево. Все заросшее красиво. Классная. Такая тропиночка. Ведет туда к берегу. Я видел, что еще ребята стоят прямо на берегу. Отдыхают. Влево пойдешь, большую палатку найдешь. Вправо пойдешь, машину найдешь. Блин, ну люди. Ну, короче, ладно. Не буду это комментировать. Ну, вот так вот. Там палатка, здесь машина стоит. Не говорите, что я там завидую, потому что моя не проедет. Моя проедет и сюда, в том числе. Ладно, мы шли. Ай, сегодня мне тут вид испортит велосипед. Пристегнутый к моей любимой лесенке. К счастью. Так, ну действие там есть. Их там много. Мы их особо снимать не будем. Показывать вам тоже. Мы пойдем смотреть. Пляж вот с левой стороны. Туда, где было 50 метров указан, это обычный пляж. А здесь вот внизу, как раз таки, расположены нандисты. Их тут, в принципе, большое количество насобиралось. Вот он, указатель, что пляж без одежды. Закатик двигается. И, собственно, люди отдыхают. Большое еще количество. Единственная девушка сейчас шла и сказала, что, блин, море реально холодное. Прям очень-очень-очень. А это печально. Осталось по кайфу туда спуститься, раздеться. И морем насладиться. Единственное, холодное море. Девушка меня прям, проходящая мимо, совершенно не обрадовала. Я говорю, ну, хотя бы сказали бы, что оно теплее, чем вчера. Какая-то надежда появилась. А так, ни надежды, ничего. Грустинка. Смотришь, как народ отдыхает. Куча палаточек. Счастье, красота. Да, о чем еще мечтать, чего еще можно хотеть. Когда получаешь такой крутой отдых. Ну и надо, чтобы такие, как мы с вами, им особо не мешали. И тогда наверняка все у нее будет прекрасно. И вот здесь можете увидеть с верхней точки целиком эту полянку. Решил не идти, не мешать нудистам. Пройдемся в правую сторону. Зато покажу вам пляж для всех людей. Тем более тут же прям попросили, говорится, там на входе. Уберите фотокамеры, одежду. Дайте спокойно отдыхать. Пляж чистенький, убранный. Я видел, как было. Они навели порядки. Поэтому примем их правила. Стрековски, жучки разнообразные. В общем, постепенно прохожу до второго прохода. Он здесь довольно-таки недалеко находится. Ты кто такой? Ух! А, это ящерка. Но почему-то она без хвоста оказалась. Уже кто-то наступил, наверное. К каждому месту обрыва подходишь. И открывается совершенно новый вид. Мне это нравится делать. Кстати, здесь, походу, спуститься можно вниз. Не обязательно дальше. Вот видите, мусор лежит. И так вот был весь берег за мусорем. А ребята там навели чистоту и порядку. Поэтому я им и мешать не хочу. Красота! Единственное, всегда меня убивают вот эти вот люди. Потому что все на машинах, все на береговой линии. Это прям очень обидно. В ту сторону, там автокемпинг, жара. И огромное количество машин стоит вообще на пляжах. Отсюда сейчас один китайец уехал. Ну, вторая машинка осталась. Хотелось бы обратиться ко всем. Ребят, давайте не будем вывозить свои сараи на пляжные территории. Оставляйте их и приносите к морю. Хотелось бы, чтобы все-таки наши берега были чистые. Я даже отдыхая в Крыму, везде машину оставлял подальше. А на берег уже подходил. Пешочком тоже уважение к морю. Везде должно нанести свои вещи. Там каких-то 50 метров, там 100 метров. И чтобы пляжные территории были без машин. Я думаю, что это очень круто. Как минимум уважение к природе нашей с вами. Здесь местечко прям очень крутое для стояночки с палаткой. Ай, хоть все просто я приезжаю. Единственное счет, убирайте за собой и за еще кем-нибудь мусор. Чтобы все после нас в этом мире оставалось чистым. Видите, как ребята кайфуют. Палаточки, машин нет. У них даже свой туалет есть. И все вообще прям отлично. Казанчик что-то готовит. Ну, а вообще официальный спуск вот здесь с левой стороны. Междудюн. Ну, там как было написано, 50 метров от парковки пройти в левую сторону. Можно отдыхать, получать удовольствие на таком невероятно красивом, великолепном пляже. Единственное, повторяюсь, мусор, ребята, самая большая проблема. Ну, даже на таком пляже можно отойти немножечко подальше и уже отдыхать практически без людей. То есть там вот люди в одежде, ребята тут за рубкой охотятся. Ну, мы трещали и все. Никого на это, друзья мои. Пойдемте глядеть в море. Но сначала хочу показать, как выйдет вход на нудийский пляж. Здесь табличка о том, что там дальше люди отдыхают гавашом. Ну, собственно, все. Ну и здравствуй, море Благовещенское. Друзья мои, о-о-о-о, прям огонь. Самое интересное, что вот сверху море казалось вообще прям чистейшим. Здесь есть и корнироты, и медузки, и водоросли. Но обычно живое море. То есть что-то не хотеть, о чем мечтать. Воздух 30 градусов. Это над морем. Сейчас замерим температуру водички. Ну, хотелось, единственное, знаете, как бы почище. Все-таки оно было еще без медуз. Ё-моё! И еще, знаете, прям очень тяжело так пошло. Ух! Восемнадцать и шесть. На глазах просто температура опускается. Девушка не соврала, она говорит. Ну, что я буду вас обнадеживать? Может быть, вы не пойдете туда вниз. Ну, вот. Я тоже думаю, что, может, у нас и не надо было обнадеживать. Потому что мы вниз-то, может, и пойдем. Но здесь, может, кайфуем и нам хорошо. Если она сейчас будет шестнадцать. Я вообще на натуре, то есть, представляете, ниже пошла. Естественно, если еще глубже куда-нибудь туда зайти. О-о-о-о! Поэтому никто не купается. Шестнадцать и девять. Ну, вроде бы все. Ну, там по дну прям вообще ледяная. То есть, я вот шаг сделал. Да, вот видите. На всю глубину градусника меря. То есть, там еще вода ниже шестнадцати семь. Пошла. Ну, давай уже. Пятнадцать. Я не знаю. Если глубже зайти, мне кажется, там еще можно глубже найти. Шестнадцать и шесть. Шестнадцать и пять. Все. Я, походу, докупался. Какой горячий был Лиман сегодня, ребятки. У меня, кстати, там кайтеры есть, те, которые катают у нас не только по Лиману, но и по морю на отчиме. Ну, я пока не знаю. Вроде бы опыт уже хороший. Уже все классно. Но что-то мне говорит, что не рискую, Юра. В общем, обратно поднимаемся. Шестнадцать и восемь. Посмотрели видео о том, что здесь плюс шестнадцать и шесть температура водички, тридцать воздух. А я сегодня в горячем Лимане катался на кайче. И сейчас для меня здесь будет просто... Ну, что делать. Для вас, как говорится, от души покажу, что в море купался можно. Вообще идеально заходить постепенно. То есть вы зашли, чуть постояли, постояли. Все. Просто после десяти вода с морю это кайфово. Вот ниже десяти купаться сложно. Поэтому ловите момент на стоянке. Раз, два, три. И так все. Влага. Чем понтован, ныряйте. По ощущениям, как в холодильник нырнул. Все равно холод в голове. Помните об этом. Сейчас можно очень хорошо закаляться. Выйдет из моря. Закупаться на сварковый песочек горячий. Температура воздуха. Очень быстро согреет и приведет чувство. Вот так. Дорога, хорошо одеться. Вот это ребята покупались. Девушка вообще молодец. Выйдет. Самое первое залетело. И теперь все выскакивают. Типа холодно. Ну, хотя бы они смогли это сделать. Хапы-хапы и красавцы. Вот не я один. И у них тоже это получается. Здесь, кстати, людей становится больше. С правой стороны еще индисты потусили прям. Приходят быстренько разделись и отдыхают. Ребята здесь тоже ставят палатку на индийском пляже. Вот он спуск на обычный пляж. И идет он от парковки также через вот эти две дюны возле столба. Ну, там где собственно и было указано, что он здесь. Такую воду как бы. Что с трусами, что без трусов лезть. Все равно будет холодно. Ребятки. Ну, мы как минимум увидели, что и другие люди забегают. Купается их мало. Но они присутствуют. Под вечер тут усилился ветер. И машинки основные все быстренько поразъезжались. Ну, есть и те, кто только приезжает. Парк машин постоянно пополняются, уменьшаются. В общем, здесь все меняется. И дальше Благовещенская. Ребята вернулся с Бугатской косы. Накупался на пляже. Накатался на кайте. В общем, представьте, насколько крутое место. Когда здесь будет новая Напа. Я думаю, здесь все закипится. Будут все старые Напы. Я думаю, что Анапа старая. И сразу, знаете, ЖД сообщения туда сделать. Чтобы там люди садились на поезд. Приезжали сюда на работу. Там все отели заселить чисто работниками этой новой Анапы. Потому что здесь их надо будет прям очень много. И вот как-то так это должно, в моем понимании, все работать. Ладно. Поехали смотреть, друзья. Я хотел вам показать вообще Благовещенская. Тут можно было просто по прямой проехать. Но покажу вам туристические кластеры. Можно даже до пляжика доехать. Там крутонуться и выехать в обратную сторону. Давайте, наверное, до пляжика мы вернем. Но сначала вот здесь я, чтобы возвращаться не буду. Вдруг у вас и здесь места любимы. Потому что поселок хочется закольцевать. Я все равно доеду до пятерочки. Хочется взять кофеечко. Отдыхающих, в принципе, в благе в этом году много. Здесь, потому что все тихо, спокойно и хорошо. И, собственно, люди сюда приезжают. Еще. Есть шашлычок. Тут уже очередь стоит. Тут еще... А, нет, это овощи. Тоже очередь стоит. В общем, что тут не откроешь, короче, сразу очередь стоит. Здесь типа столовая. Но там не видел очередь стоит. И вот это дамба между лиманами. Тут я крутонусь. Здесь мы возле Малахита будем заезжать сейчас на пляж. И смотреть, как там территория выглядит. У нас тут все, видите, очень спешат и пропускать не хотят. Ну, и что, мы по правилам повернем, дождемся. Здесь везде ароматы шашлыка, ванили никаких нет. Преград, чтобы сюда заехать. Вот тут, чтобы никогда не появились. Реклама стоит какая-то. В общем, сюда за Благовещенская приезжают и автобусик, и паровозик. Там рублей по 50 возят людей к пляжу. Ну, а также паркуются свои машинки. И тут уже туда на территории пляжа. На пляже есть бары, туалеты, души, там спасатели, не спасатели. В общем, все, что только может вам понадобиться. Вроде бы время еще 19-24, еще час до заката. Оно за счет того, что море холодное, солнышко к закату, температура воздуха 26. Люди уже расходятся. Проходы здесь два, одиннадцать здесь, другой вот с левой стороны. И там, и там есть всякие фут-точки. Можно зайти поесть что-то от души и для души. Это, кстати, более красиво. Благу пляж. Называется и оформим красивее. Ну, в моем восприятии так-то. Может быть, кому-то тот больше нравится. Разворачиваемся. И мимо Малахита, мимо заката уже выдвигаемся по дамбе туда дальше, в сам поселок. Здесь, с левой стороны, просто невероятный торговый комплекс появился. В плане того, что он начинался с одного ЛК. Здесь, сейчас, здесь прям такой стал торговой мекой. Тут от трусов, образно носков, продаются до шашлыков. Все, что только вы могли себе когда-либо представить, здесь есть. Видобая лавка, там, километр. Тут сувенир из камня. Тут орехи всякие, там, фрукты, овощи, очки, одежда. Вот я уже говорил, и трусы продают. Все есть. Далее, в этом году сделали, видите, ограждения. Мусорки установили. И здесь люди по тротуару без деревьев. Кстати, четко, что ни одно дерево с той стороны за столько лет так и не посадили. Неужели нету? Вроде, вода рядышком находится. Влага бы какая-то поступала. С правой стороны деревья само посадкой занялись, растут. А вот с левой стороны нету. Вот, хорошо людям в тенечки идти. Все-таки меньше бы расстояние-то казалось. Итак, здесь мы объезжаем в сам поселок. Влево, откуда мы выезжали. А здесь вот база отдыха находится. Детки там отдыхают. Дальше есть небольшой аквапарк, который сейчас должен быть вообще прям очень занят, если у них там бассейн с подогревом. Ну, люди как минимум там на территории присутствуют. С правой стороны кафе Ирина находится. Ну, и выезжаем в сам поселок. Здесь уже начинается вечерняя жизнь. Пешеходные переходы. Кто-то уж, наверное, в платьишках ходит. Ну, вот это вот прям больше всего мне нравится. Знаете, этот фолл последней надежды. Стоит машина, и, короче, там все по одному начинают бегать. Ну, накучкуйтесь, перейдите все вместе. Нет, говорит, мы будем ходить туда-сюда. Поэтому приходится ставить светофоры для людей, которые не могут сами это сделать. С правой стороны торговые павильоны. Здесь разнообразные магазины. Батутный центр открыли. Вместо сгоревшего кафе, пожалуйста, работает. И сидят взрослые ждут, пока их дети тут напрыгаются. Ну, и с левой стороны всякие-всякие шляпки там или другое продают. Бон аппетит с правой стороны столовая работает. С левой стороны пицца шаурма. Там какое-то те развлечения. В общем, слушайте, тут прям кофейня мысли. Пара кружек. Чего только нету в этой Благовещенской. День добрый! Именные сувенирчики наши люди проходили мимо. Это тоже прямо аптеки. Круги еще. Ребят, ну, много чего здесь есть. Прям... Я бы, как вам и говорил, продается все от и до. Жалко, что на фруктах нету цен. Я, по-моему, даже ценники озвучивал. Доезжаем до первого сетевого. Здесь у нас находится пятерочка. Она такая довольно-таки старая. Кстати, здесь тоже вроде кофе с собой. Еда есть. Но мы доедем до другой пятерки. Там уже почти на самом выезде. Она большая такая. Мне очень нравится. Кстати, ни разу не ходил в магните, если я поймал на мысли. Это здесь с левой стороны. В этой столовой я раза два-три ел. С правой стороны столовой Одиссеи. Там музычка уже, кафе вечернее. Наверное, тут тоже туса-джуса идет. И выезжаем обратно на главную улицу по прямой, двигаться по самой Бурганишке. Здесь, кстати, нет, подзор какой-то. Что-то делали, делали. Хотя вот продолжают уборки. Может быть, что-то делать. Я хотел сказать, совсем не доделали. Ну вот, в Нагоре фирменный магазин пишет, что мы открылись. И возле него там что-то порядков мы не увидели. Тут очередь. Вот реально в Балгаречицкой такое ощущение. Люди любят стоять в очереди во многих местах, организуя ее. Даже пешеходный переход видели, как они ходили туда-сюда. Ну, на самом деле, идет высокий сезон. Людей много. И это очень хорошо. Ну, хотя сказать, что, знаете, там вот все прям. Если бы очень заставленными машинами, нет. То там, то там автомобильчик какой-то стоит. Я просто помню благу во времена, когда она была кайтерской меккой. Когда можно было там выезжать на вугас. Здесь людей было прям, вот как я вам говорю, что по всем обочинам. Здесь только можно стояли автомобили. Сейчас этого уже нет. Причем, ребята, видите, как бы уже накатались. Впереди уже машина с кунгом едет. Таким же, как у меня. Это говорит о том, что они кайтеры. Кунг чисто для доски, чтобы не занимать место в салоне. Очень удобное такое изобретение. Вот здесь вообще, видите, чем дальше отъезжаем от моря, тем меньше становится машин. Хотя вот 35-й регион. Здесь это наши. Это тоже наши. 26-й это Ставрополь. 763-й вот остановился. С шашлыками очень сильно аромат в левой стороне. Фрукты и овощи. Здесь доезжаем поворот туда. У нас находятся там администрации, дом культуры, школы. Садик чуть-чуть вот так показывают. Сколько, кстати, пекарни заработала. Ну, я думаю, что сейчас, наверное, одна из топовых пекарней. Ну, по крайней мере, цена-качество находится в пятерочке. Возможно, там какая-то выпечка с мясом будет тут поинтересней. То же самое сам-сам не нравилось в этой пекарне. Ну, повторяю, цена-качество в пятерочке. Куда мы и заезжаем с вами. А с правой стороны в магнит. Все, я за кофе, он подзарядится. Вот пятерочки отъезжаем. Ребятки, короче, вышли. И понимание пришло, что не заплатили. Хорошо, что вспомнили. Завтра во всех этих пабликах Анапы мне прислали бы еще, наверное, тоже. Выложите, пожалуйста. Вот ограбили магазин, не заплатили. Можно двигаться на выезд из Благовещенской. Еще вам показать. Ну, как я говорил, еще есть магнит. Тут тоже вроде как бы кухня. Пятерочка. Все предлагают то же самое. Ну, я не знаю. Мне почему-то пятерка нравилась. Там покупаем. О, здесь все было видно. Фрукты очень подписанные. Ребятам спасибо за это. И по традиции мы на Благовещенской доедем сейчас до заправки. Посмотрим, почем там цены на бензин. Ну, дальше, как говорится, в пути. И ждут нас дороги. С левой стороны у нас не были останутся. Минуты. Детей. Кстати, это очень важно. Посмотрите по сторонам, чтобы никого не избить. Детки могут бегать по дорогам. И вот он выезд. То есть ставят новые сушковые вышки. И какой-то еще оператор заходит. Раньше сотовые связи в Благовещенской было вообще при тяжелом. Красота. Витязевского лимана. С той стороны сегодня и Анапу видно. И Витязево все. Очень круто смотрится. Кто здесь не видал, видно на поток много потерял. Можно так сказать. Ну, и вот у нас с левой стороны заправочка Лукойл. Раньше и не было. И в Баге Тиховке торговали бензинчиком. Ну так, смотрим цены. Дизельное топливо. 63,41. 54,89. 62,61. 95, 63,33. Вот такие ценники. Машинки на заправке есть. Машинки едут в Благу. И витязевский лиман ждет вас в гости. Всем всего светлого. Я снова прекрасного. Пока-пока. Подписывайтесь на Телеграм. Я вас скажу. Тоже что-то.